всем привет сегодня у нас такая спонтанная поездка получается захотелось посмотреть несколько мест да и не просто захотелось посмотреть есть повод их посмотреть в этом еще ни разу не были сегодня в выпуске вы увидите региональный парк нерес и дополнительно мы еще поедем к озеру акмена а сейчас длинная ставка с поездкой с вильнюса к региональному парку нерес вот мы где находимся находимся мы вот здесь а пойдем мы вот сюда как-то так получается нерес регионе не спарк региональный парк нерес мы хотели фотосессию и фотограф нам сбросил места где можно сфотографироваться половину большую часть этих мест скажу так 90 процентов я даже не видел не знал что они есть и вот выдалось время я решил сейчас вечером поеду посмотрю что это за места фотосессия уже к сожалению не состоялась у нас но места все таки но интересно посмотреть может с ребенком сюда приедем как вы могли видеть не успел я отъехать и 3 километра от вильнюса дорога ужасная я в шоке что такая дорога может быть где-то и первый раз увидел воз с лошадьми в литве первый раз в общем дорога ужасная сюда мы приехали и сюда я приехал сейчас посмотрю и едем дальше еще несколько мест вообще даже не уверен я правильно иду или нет потому что здесь как-то непонятно вниз это наверное к реке спускаться я пожалуй не буду не хочется подыматься потом ой блин таких местах квадрокоптер бы нужен да да это к реке спуск вот седой пошел там рек реку видно тут конечно довольно таки склон большой да и пожалуй то вторая дорожка на туда и пошла здесь другой стороны ну нужно читать историю я так на как говорится наобум я наобум приехал посмотреть что здесь ну если так знаете сейчас актуально такое слово хайкинг говорить ну да вот сюда приехать на хайкаться как раз то что нужно беседка с котельными а здесь такие прикольные игрушки для детей которые качалки пошатки вот кстати здесь будьте это обзорная дорожка непонятно я по ней чуть прошел и вернулся в эту сторону на обзорную площадку и выход к речке этим временем назад еще сегодня в несколько мест хочу попасть поэтому время тикает скоро будет темно уже 6 поэтому возвращаемся в машину и едем дальше так это я проехал чуть дальше в вот эту деревушку здесь есть вот такой костел святой девы марии если не ошибаюсь приз до костел ты святой девы марии посмотрим очень интересно однако так если по-английски как мы едем к акмэна лэйк бич на пляж озеро акмэна если по-литовски правильно будет это акмэна эжерас это я так думаю но я не знаю правильно ли ну да ладно да главное чтобы не повторилась такая дорога как после выезда из вильнюса я не знаю это мне так повезло или это я сам такой маршрут себе сделал потому что я взял гугл карты и я немного подправил маршрут потому что он какой-то слишком в объезд был слишком большой а я думаю блин что за фигня если здесь можно по прямой поехать да ну в принципе по прямой я и поехал как видели дороги там никакой вообще но меня больше всего удивляет что это сразу вильнюс заканчивается и сразу же там нету дороги ну как так ладно я в 50 километрах в 30 километрах от вильнюса на такую дорогу попадал это мне не вызывало удивление но здесь здесь у меня прям удивление какое-то что такое наше место находится недалеко от тракая вернее это тракай только не тракайский замок другое озеро я уже забыл как называется пока ехал в общем я хотел посмотреть что здесь за пляж вообще и как вообще сюда добираться потому что да мне рассказывали что там платная парковка на платную парковку вставляешь машину и идешь к озеру парковка кстати стоит 60 центов в час если через приложение то платить через унифарк я всегда через приложение получу поэтому я насчет этого не парюсь всех этих монеток я их не люблю с собой носить ладно идем смотреть я вот вижу здесь уже куча машин стоит можно было в принципе и здесь остановиться но лучше чуть-чуть пройтись потому что уже за рулем не займет 40 ну не знаю если вам видно вот там кстати тракайский замок но строка и мы сегодня уже не поедем как-то не хочется да и там был не один раз уже да и туда все едут в принципе кстати тракайский замок там еще одно поместье мы там тоже были там тоже очень красиво стоит туда поехать поехать мой сразу такой запах озера прям так хорошо хорошо че здесь пляж мне сделать блин почистить все-таки сделать пляж доложи дороги но все равно можно сделать потом яхты стоять яхт-клуб да сюда в на лодочке покататься ох прикольно было ничего все еще впереди здесь и ни разу не было бы мы всегда были в тракае как бы это место даже обезжали на его даже здесь не видно потому что оно здесь вот раз и не видно в принципе как и с той стороны видишь озеро а здесь оказывается во-во какой пляжик все обустроено так на сюда можно приезжать только тенечки еще найти я думаю там с той стороны есть какой-то маленький ну вообще интересно интересно прикольно сейчас чуть пройдемся посмотрим что там дальше и поедем дальше потому что еще в одно место хочу сегодня заехать а уже 7 15 тем временем а там дорожка пошла по кругу дорожка пошла прикольно да ребята вот этот пляж этот пляж прикольнее чем в городе но все равно здесь народ народа очень много хоть даже сегодня при 17 было утром с вечером плюс 23 но народа много поэтому поэтому даже сюда приезжать прям отдыхать а присажешься здесь на выходных сегодня четверг вечер 7 вечера в так что здесь вот искусение когда хорошая погода вовы ходить наверно общение принципе как и везде окина волоком по и вильнюсе там вообще во всех на всех пляжах вильнюса я думаю одно и то же всегда там все забито потому что вильнюсе можно на автобусе приехать и там близко мы просто не не знаю вставляли не вставляли много не снимать на зеленое озеро ездили в вильнюсе и там реально там мы были в понедельник утром и там вообще никак нельзя было протолкнуться но это был вильнюс и туда ходили автобусы если здесь в четверг вечером столько народа так ну опять та же ситуация суббота воскресенье здесь очень много людей ну ладно здесь мы посмотрели что еще на одну еще одно место едем покажу и все на сегодня и и еще одно место куда мы приехали это все тот же региональный парк нерис только ну с другой стороны абсолютно и он как-то называется вот сайди с позинчини стакас или сайт хайкинг трейл один километр один час ну я не думаю что мы будем ходить я хочу к реке пройтись то есть туда дальше надеюсь эта карта правильный санаториус туда нельзя запретная зона вот нам не пойдем я вам покажу потом почему она запретная вот мы идем сюда к реке так ну нам сюда походу пишет сюда здесь сюда здесь кстати так вода журчит вот если видно надеюсь даже слышно прикольно так ну пошлите пройдемся посмотрим конечно уже пока я сюда приехал уже без двух минут восемь ну думаю каких полчаса еще можно походить потому что солнце садится как раз 8 уже правда по темноте придется ехать домой сюда такие дорожки здесь вот такой запах сразу лесной река вот это прикольно прикольно здесь вокруг всего один километр один километр это такое быстренько 1 2 2 все как солнце садится ну-ка посмотрим да здесь не знаю как назвать даже красиво прикольно довольно таки я бы сказал даже он он сейчас туда будем проходить на все пойдем ух ты что это прикольно вот это прикольно а то что я вам хотел еще показать не было видно мы доехали солнце прям светило в глаза в камеру видно не было там заброшенные здания просто стоят двухэтажки какие-то это походу реально был санаторий вопрос что забросили это последнее последнее здание мы подъезжали там люди живут прям машины видно люди живут а перед этим не знаю сколько там зданий мы сейчас посмотрим там заборушка я взял эту эту камеру хочу хочу показать вам это стерни ай стерняй стерняй наверное не знаю я предполагаю просто я предполагаю просто конечно такой заезд я думал где-то аж там надо останавливаться потому что непонятно вообще было вот здесь у людей огороды даже какие-то ну странно как-то огороды ну я не видел нигде огородов пока в Литве кроме этого места прикольно прикольно и вот здесь видите вот здесь жилой дом здесь люди живут прям вот он такой двухэтажненький домик все а здесь вот через дорогу уже заброшка стоит одна вторая заброшка вообще как-то непонятно вот еще заброшка ужас короче какая-то автобусная остановка типа я так понимаю да это был в санатории он заброшен просто вот по вот этой стороне вот посмотрите заброшка 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 опять заброшка капец причем ну кирпичные такие хорошие здания стоят я в шоке был конечно ну и все и дальше и дальше ничего нет уже все дальше мы уже просто выезжаем отсюда ну капец такие заброшенные здания стоят ну в такой зоне конечно природа здесь хорошая здесь просто природы ничего нет ой ладно друзья спасибо всем что были со мной сегодня в этот день спасибо вам большое ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь делитесь этим видео друзьями нам будет приятно мы делаем видео для себя но при этом мы стараемся сделать их интересными для кого-то вот зачем мы стараемся поэтому поэтому вы знаете что делать ждем вас в следующий раз всем пока и ну мы Субтитры сделал DimaTorzok